Гнат Тихонович, что-то зашиваете себе, штопаете? Электричество несколько дней уже не дают днем, но время свободное, вышел, ветер дует везде, поискал такой закуток маленький, вот видишь, у меня тут скворечники, голубятня, куда голубям садить себе, ну и решил костюм свой зашить, а жена-то видит, да ну брось ты, ну прям взять нечего, ну и правда, вот посмотри, вот это я пришел, 6 уже заплат, вот они, заплата на заплате, это мой костюм, я в нем везде снимаюсь, он как раз такой и есть, я уж не беру внутри, это вот изнутри, действительно он у меня уже заслуженный ветеран, вот это, и через плечо, вот, а что хвалишься за платами, я имею его и могу этим хвалиться, вот, видишь, вот что, зашил где-то, захватил, что-то не так, что тесто это, это, ну там где-то оторвется что-то, ладно, не туда, длинная по-мужски нитка, вот какая, жить экономно, раньше был такой лозунг, экономика должна быть экономной, и большое такое панно было на аппаратурном заводе, и днем я иду, а там я насчитал, 70 лампочек горит, экономика, а это на самом деле так, старое не носить, новое не видать, старики так говорили, вот люди жалуются мало, платят, не хватает денег там, старикам не на что лекарства купить, а зачем его покупать-то, ресурс истрачен, мое мнение, после 60 лет надо остерегаться, ходить к врачам, легче один укол поставить, чтоб тебя не было, уснул и, как говорится, усыпить, как ветеринарная лечебница, еще лезьте туда, вот старое, оно мне как раз, и я вспоминаю житие святого Пахомия, 11 тысяч монахов, это же полк настоящий, 11 тысяч, вообще, дивизия, и вот он, когда-то у них такой, видимо, день был такой, санитарный, постирали, и он говорит, а где моя одежда, пошел сам искать, а они все это погладили, положили, он ищет своей нету, она у него известная, я вот свою выброс, я найду хоть на свалке ходить, это моя, ну сколько тут, ну не больше, там заплаток 40 на нем, вот и на кармане, и везде, у меня такая шапка, и изнутри она уже перешита-перешита, я вот сколько, вот, это я даже иголку-то потерял, ну не важно, вот она где, но она хорошая, она не давит, она не жжет, никакие стрелки, придумали стрелки отойдут, братья веют, до обеда он стоит, перебирает, и видно, что ему неудобно, очень, ну так братья решили, ну почему вы без меня-то решаете-то, ну мне это удобно, решили отдать ему его старую одежду, православным ли за это осуждать, я так прожил всю жизнь, вот они, у меня все, на мне заплата на заплате, валенки такие, вот они, заплаты где, я ни копейки не трачу, минимальная пенсия, мне не давали работать, нигде, только вне ведомственной охраны при милиции, ну, враг государства, враг у ворот, но там-то мне Бог открыл как, железнодорожный район, международной милиции города Барнаула, и там был Виктор Сергеевич, сейчас, фамилию могу даже не назвать, политотдел, хороший человек, ну говорят о милиции, о ментах, нельзя говорить, что хороший, хороший, когда мертвый, так вроде говорят, я считаю, это дурь, это настоящий гражданин, и теперь он федеральный инспектор от президента, полтайскому краю, очень хороший, и он мне предоставлял возможность, заранее договаривались, весь офицерский состав, я выступаю перед ними каждый месяц в ленинской комнате, а с другими этого нигде не было бы, я почему об этом говорю, мы бедные, из бедной семьи, поэтому мы должны уметь шить заплатки, и ходить в них, ну, в люди еще как придется, я босиком, летом разуваюсь, и по городу, совершенно босиком, иду в краевую прокуратуру, в администрацию, в крае, никому дела нет, ну, правда, охранник посмотрит, смотреть-то не на это надо, на паспорт, паспорт в порядке, я пройду куда угодно, в мэру города мы запросто встречались, и проще, не на это люди смотрят, встречают-то, говорят, по одежке, а тут еще и смотреть-то нет, одежки-то нет, я вообще босиком пришел, вот это вот, мой костюм, такие же у меня носки, зашитые, перешитые на 10 раз, ну и что, мне так нравится, я не тращу денег ни копейки на это, вот иногда держат собаку, кошку, тратят деньги, я держал три собаки, мне необходимо были, они обучены в уголовном розыске, в магазины подсаживали, и мне за них платили деньги, я зарабатывал, потому что мне там мало было денег, мне надо больше заработать, на стройке работал, вот это почти у меня всегда 280-300 процентов, там деньги были, я знаю, как ими пользоваться, не гляди, говорю, что заплаты, под каждую заплату миллион, как отверженная Викторию его написано, Господь это знает, а я гляжу, вот, чуть-чуть где-то не так, раз, выбрасывают, пойдешь, золу пойду вытаскивать здесь, смотрю, такая одежа хорошая, прям детская, не знаю, откуда деть, мы самое последнее, дети у меня все учатся штопать, я вот дорогой ездил, миссионерском путешествию, ну и вот, крепкие, чтобы нитки были, не меньше, чем десятый номер, и вдвойне, двойная нитка, должно крепко пришиваться, ну вот и пришиваю. В бедности нужно прожить красиво, никому не надоедать, лекарства не нужны, в большинстве случаев. Есть такая передача, где говорится, что передача для тех, кто любит лечиться, и для тех, кому это действительно необходимо. А если действительно необходимо, значит, а впереди любят лечиться, любят, где-то засвербело, что-то не так, лечись от гриппа-то, сколько делает, тебе придется болеть, 7, ну а так просто неделю одну, а как, не ходите никогда, за всю жизнь ни одной таблетки не съел, ну как ни крути, у меня за плечами опыт немаленький, тюрьмы, лагеря, меня в морозилке держали, 27 лет, 26 лет, психиатрия меня давила, мучила, накачивала, выворачивала, я все еще живой, 77 лет, а жить, честно сказать, 70 лет, при большей крепости 80, да еще какие нападки, какие переживания, мало ли еще не было, один год, это был 99-й год, 15 комиссий краевых, детский лагерь закрыт, два уголовных дела против меня воздвигли, все кончилось, ничего нигде нету, ничего не было, которое подавали, писали, я подал в суд, все процессы выиграл, их с работы повыгоняли, дали опровержение и оплатили подрыв репутации человеческого достоинства, то есть руки никогда не надо складывать, четко определенная цель, царство небесное, на меньшее не согласен, а они, друзья, делаются врагами, это их дело, кругом измена, трусяся обман, и я никогда не изменю этому своему навыку, а и труся, не надо бояться этого, даже вот я применяю эти слова, не надо этого бояться, встречаешься, разговариваешь, на тебя смотрят, а не найдешь, а на тебя, с чем ты придешь, у тебя начальник детского лагеря, 44 года, с чего только не было, и мы устояли, определенно цель ставила компартия, КПРФ, уничтожить, подключили сюда организацию Верейскую ВНЗР, профессорский состав, кого только не было, московский комсомолец, поганейшие газеты, все выиграл, все процессы, Бог, а Бог, и так и здесь, бедность, ну и что, бедность не порог, я всех, каждый день молимся, Господи, научи нас жить в бедности, каждому дарует пища какая есть, имея пропитание и одежду, будем довольны, на пропитание главное идет, но на одежду тоже много идет, вот на мне нет ничего, что было куплено, ни одной копейки, ни брюки, вот это вот кто-то, сестра одна Капустина, наверное, дала, там другой костюм, кто-то что-то дал, или выбросил, на мне это как раз будет, за последние, допустим, 30 лет, я не знаю, потратили хотя бы один рубль, один рубль, и питание какое, питание такое, что никто не болеет, и в то же время, я не знаю даже, вот сейчас, сегодня сказать, сколько мы потратили за месяц втроем, ну, может быть, рублей 100 или 200, за электричество только, и обходимся, все у нас есть, это искусство, главные специальности первое земледелие, второе, трикотаж, это одеть надо плоть прикрыть, и третье, строительство, дома есть, на питание Господь как-то дает, вот, я показывал, как мы питаемся, у меня остается иногда мука, для детского лагеря нахожу, я тут одной сестре Щукиной, Нианиле Александровне даю пополам, мешок ей, мешок нам, она готовит всю зиму нам бесплатно, по славу Божьей, остальное, или за лето что-то приготовили, варенье, соленье там разное, кто-то лук удал, кто-то чесноку, не просим, просто Бог так делает, поэтому не надо клянщить, вот это, стонать, прям весь эфир этим заполнен, и правительство не такое, и президент не такой, вы вспомните, кому сегодня хорошо, хорошо, где нас нету, ты посмотри, как ходят голышом там на юге, нас нельзя здесь, Сибирь, надо одеваться, ну научитесь штопать это, на десятки раз, вот она, заплата на заплате, ну и что, кому она мешает, так новенькая заплатка, так я пришил ее, вот, вот только что пришил, вот заплата, дырочка закрыл, ну вот тут заплата, а на ту заплату теперь еще, еще заплата на заплате, вот сколько их где, ну я хожу, в нем снимаюсь, ничего, тем более православные вообще знают, что были юродивые, праведники в пустыне подвязались, как они были-то, нам ли судить, тебя не гнут под это, говорят, пиарятся, слова какие, ну начните по порядку, 1173 жития, и все выходят, пиарились, лишь бы ты не осуждал, если кто ходит в дорогой одежде, никогда не осуждал, просто, я знаю, галстук это масонский, его надо выбросить, рубашка должна быть всегда застегнута, на последнюю пуговицу, потому что расстегнута, это масонский знак, снял галстук, обязательно, что обязательно расстегнуты, вот посмотрите, и обязательно, чтобы без подка была, нам мусульман учиться надо, посмотрите, как они одеты, и женщины, и другие, я начинаю с одного, и показываю на другой, надо везде учиться, и жить бедно, то есть в бедности быть довольным, красиво, интересно, это чего-то стоит, вот посмотрю сейчас, в городе Барнауле мы находимся, вот сегодня у нас уже 25 марта, вот, вот, вот кое-что не так, может скажут, ну, это вот такое место, посмотри, 13 соток, это дал мне Господь Бог, с неба опустил, это уже мы здесь находимся почти 20 лет, когда я вернулся, реабилитирован был, и начал судиться за то, что у меня похитили, а похитили немало, конфисковали, там студия, 15 магнитофонов, примерно, вот, и общий результат, 11 миллиардов должны были, по расценкам государственным, миллиардов, ну, те еще, недоминированные деньги были, по-настоящему-то, 11 лет шел суд, и я его выиграл, ну, Господь сделал так, как выиграл, еще дальше, ну, а дальше-то рассчитываться надо, КГБ в стороне, а ответственным сделали городскую администрацию, через нее проводили эти обыски, хорошо, что через городскую, а то, начало-то было, железнодорожный районный отдел был, а денег-то нету, и Бог делает, и дал такую приставу, женщина, бесстрашная, она пришла, видимо, в городскую администрацию, и объявила, пока Слабкиным не рассчитаетесь, арестовываются все счета в городе, ни один учитель не получит, и сразу со мной начали разговаривать, ну, вот вы не могли там вроде подождать, там что-то, как, не могу, давайте недвижимостью, а что вам нужно? Центр города, и чтобы было сухо, нам молиться негде, уже церковь наша была от русско-православной, зарубежной церкви-то, и тогда, это Бог делает так, всех расположил, тут был один, я не знаю, он кореец или кто, Тен, Тен, ректор юридического института, говорят, очень хороший человек, юрист, высшего класса, и он встретился, я не знаю, с мэром города, там мне передали, и говорит, Лапкину руки, ноги, говорит, уже не вставишь, все, подкрутили, ну, давайте закончим это дело, тем более суд уже вырешил, решение суда на руках, ну, и со мной мэр города был, Баварин Владимир Николаевич, он входил в десятку лучших мэров России, но я начали говорить, прокурор края, могу назвать близким другом, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович, все это вместе собрались, ну, что вам нужно, где здесь, ну, меня повезли сразу, и Бог дает, добролюбов, миролюбов эти, которые у меня повезли, привезли сюда, а что это, ну, здесь станция Освод, спасение на водах, ну, 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 вам нравится это, им дадим другое место, я зашел, это вот это место, вот это дом-то, ой, ой, я посмотрел, какой большой, а когда меня спрашивал, он сейчас, вице-мэр, Петров, Юрий Михайлович, ну, а какого размера надо, а у него приемная какая, я говорю, ну, вот как ваше, с кабинетом вместе-то, ну, там, ну, 70, может быть, квадратов-то, а получил-то не 70, а 226, и вот они меня привезли сюда, я это осмотрел, он запертый был, организация государственная-то, ну, я говорю, согласен, а наши говорят, не надо было соглашать, это, чтобы так поманежить, чтобы увидели, что, я говорю, я не люблю это дело, а тут, говорит, второе, а тут прямо, прямо напротив, краевой суд, где меня судили, я что помнил, а второй, сгоревший магазин, около тюрьмы, вот надо же так, краевой суд, я говорю, тюрьма, это уже конец, а суд, это неопределенно, беру здесь, а я говорю, а этот домик стоит, чей, это все входит сюда, как, это два дома, и пишут оттуда, что Лапкин согласен, одобрил этот выбор, и тут мэр города меня буквально за руку водил, нежилые помещения, перевели в жилые электрики, я ни за что не платил ни копейки, как с неба Бог это опустил, место-то какое, сухое, глубину копают подвалы, тут у меня около 16 человек только по церкви-то выбрали, все, там подвалы построили, подперли, все, перекрыли крышу шиферную, он ведь железом, и тут мы молимся, вот когда на Бога надеешься, ничего тебе не надо бутовать, и была большая газета, Алтайская правда, губернская, написано, Лапкин предпочел храм недвижимости, мы с мэром стоим, сфотографировались, и все, это я говорю, я даю вам пример, надо верить, и молиться за властей, меня упрекали, вы верите им, они вас гнобили, они вас душили, убивали, я вижу, это другие, люди, я вижу их глаза, какие они, и вот так Бог со мной сделал, это чудо, это единственный, может быть, дом, я не знаю, в Алтай это точно, а может быть и в России, который мэр города приезжает, и зэку, каторжнику, отдает, по рукам ударили, и снимок один, и поцеловались, мне говорят, да с кем ты целуешься, это ваши гонители, неважно, момент того давал, так он сколько приезжал, через неделю-две, поделился, как у нас там переустроили, алтарь, что сделали, и в конце газеты было написано, я даю пример всем, никогда не роптать, не злиться на власти, нам ничего не изменить, мы достойны того, и Бог так это делает, я тут голубятель себе сделал сразу, вначале на кухне держал голубей, выпросил, вот я их не покупаю, и вот сейчас, вот просушиваю склады, пять складов, и для детей, если вот это склады какие, вот посмотри, вот этот склад, у нас, смотрите, самый такой, это углярка здесь, дрова, товар, какой надо хранить для детского лагеря, посмотри, маленько даже гляну хотя бы, вот он, посмотри, тут у нас углярка, видишь, какая большая углярка, это все мы потом сделали, это сарай, все сделали потом, посмотри, какие дрова тут, эти, можно даже показать, зима кончилась, еще сколько, это Игорь Дубунов, золотопромышленник, еще там, геолог-то, и привез, нынче дрова, из тайги, лед накололи, вот они лежат, смотри, какие, это не нельзя сделать, это Бог делает так, вот соседа у него тут все, сгорел дом, а здесь наоборот, Бог нас выводит, говорится, из ничего, и вот два дома, 226 квадратов, вот здесь два склада, большая, там много чего есть, теперь смотри, вот склад еще один, это бумага, вот большой склад, всякий инструмент, две комнаты, тут у меня Надежда Васильевна обитает, пошла где-то по городу, градусник, тут все сделано как надо, я еще раз, просто ко всем бы, если можно обращаться, никогда не надо роптать, ропщище противен Богу и людям, надо научиться красиво, интересно жить, вот погас свет, ничто погас, да вот они выключают, не надо, они делают свое дело, сразу взял, пошел, нашил тут заплаток, все, все, попадет у меня теперь, и при том, я не боюсь разбойников, я когда ночью иду, так от меня люди, еще и прячутся, может быть, надо, благодарение Богу, поставить на первое место, вот посмотри, где у меня скворечник, вот дома у меня в саду было, 123 скворечники, вот все собаки здесь, мои друзья, выхожу, сейчас пойду кормить собак, там я показывал, вот эту елку я не садил, березу тоже нет, с нее уже березовый сок беру, Виктор Андреевич, Яковлев, четыре вот эти качели поставили детям, наша жизнь идет один раз, ну надувайся все время, ну давай, Навальный там говорит, ну кто такой Навальный, меня спрашивает, я говорю, посчитайте Навал, кто такой, посчитайте, а вы, говорит, там муж был какой-то, Навал означает безумный, и он Давида оскорбил, и Давид его чуть не уничтожил, считайте Святую Библию, там говорится, вот это отроки оттуда идут, отростки оттуда, Навал Навальный, а Навал, это безумный переводится, безумный, ну вот теперь и думать надо, когда скажешь, а как это узнали, так оно само прям просит, а Навал и Навальный корень-то остался, был Скуратов душитель, сегодня Скуратовский, ну Скуратов-то задушил митрополита Филиппа, это его отростки идут, на фамилии свои посмотрите, вот здесь был благощинный Погиблов, он сейчас в Санкт-Петербурге, Погиблов, ничего не говорит, фамилии-то давали как, давали люди разумные, когда фамилии давали, кто пришел, кто это, да это вдовы Марьи, вдовин, а другой приходит, это тоже вторая вдова, ну вдовина сказали, Марьин, пожалуйста, а это кто-то, у него кроме куриц еще нет, ну курицыны будет, Курочкин, Курятников, как угодно назовут, то есть люди им дали указания, грамотно сидели, и они говорили, это чей, а этот такой душитель дует, а это кто, граф Блудов, граф и Блудов, вообще, говорящая есть фамилия, понимаете, начинаешь, когда смотреть, и все удивительно, вот кто скажет, нищий, вот я нищий, не думай так, мы, говорит, Павел, говорит, что нищий, на всех обогащаем, а когда ты сэкономил, и сэкономленного подать пропитание, вдова положила, это чего-то стоит, а кто, что против говорит, хвалит, там пиар слова, даже объяснить не могут, ты на это не смотри, ты делай для Господа, просто научись жить в бедности, вот у нас стекла застеклено, это все не куплено, доски вот эти купили, отходы, отходами зашили, вот дом, картону достал, доски выписали, обшили, Виктор, Виктор говорю, Игорь Дагунов пропенил все, сделала внизу, видишь как, все, нищие уходят, живут не знают как, я живу у нас, вот Никита с Украины, Володя Пащенко, все, все подписано, завещано, хоть сегодня отходи, и никакой нужды нету, благословен Господь, вот так, что он потеряет не ехать, слава Иисусу Христу, так, HIS Ф canи, Mana Впоск Разные, Вверх. Люда Аж��報ка 아버ères,